Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня поговорим с вами о наших предках. Каждый из нас, как дерево, корнями уходит вглубь веков. Тысячи людей – наши родственники, мы их не знаем. Но то, что мы их не знаем, не значит, что их нет. Мы не появились первые в мире, мы не Адам, мы не из земли взяты. Мы от чрева, от семени. И там, за спиной у нас, есть множество людей, которых мы не видали, но которые есть. Которые ушли из этого мира, но они живы по-своему в этом царстве живых, за гробом. И вот об этом стоит вспоминать и думать. Связь с ними, она очень важна для человека. Евангелие от Матфея начинается родословием Христа, где говорится о книге родства Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова. И перечисляется долгий перечень имен, кто кого родил. Значит, по сути, вся история Старого Завета перечисляется в именах. Кто читает эти слова и не знает истории Старого Завета, значит, тот читает китайскую грамоту. А кто знает историю, тот читает с интересом, потому что за каждым именем есть целая книга, целая жизнь, и она известна читающим. Так вот, не зря эта книга открывает Евангелие, родословие Христа и его связь с поколениями, бывшими прежде него. Человеку очень важно знать, что он не один в мире, что не только здесь, на земле, вокруг него есть друзья, знакомые, родственники, но что он также опирается плечами на огромное количество ушедших из этого мира, но живущих людей, настоящих людей, не исчезнувших никуда, а реальных личностей, которые оставили свой след в истории. Однажды был такой у меня разговор с одной женщиной-психологом, которая весьма меня повеселила, мою душу порадовала таким тестом. Она говорит, что у них был такой тест следующий. Значит, люди собираются в группу, скажем, человек 20, и говорится так, значит, вот выбирать одного, скажем, вы, мужчина, выбирайте себе из группы человека, который похож на вашего отца, или вам симпатичен как бы в том смысле, что вы бы хотели, чтобы таким был ваш отец. И также мать. То есть или похожую, или вы бы хотели, чтобы мать была такая. Человек выбирает себе отца и мать, якобы. Теперь выбираете отца и мать для отца, то есть деда и бабушку для отца, и отца и мать для матери, то есть деда и бабушка для матери. То есть по симпатиям или уже как получится. Выбирайте. Теперь выбирайте для каждого из них отца и мать, отца и мать, опять-таки отца и мать, отца и мать. Такое дерево разветвляется. Выбрали. Вот получилось такое звено. Вот два, тут, значит, четыре, значит, два, два, четыре, там восемь. Дерево такое. И вот теперь вы оборачивайтесь к ним спиной, а они упираются в плечи вам. То есть прадеды – дедам, деды – отцам, отцы – в тебя. И ты потом падаешь на их руки. Человек вес тела перемещает на пятки и не стоит сам, а опускает вес своего тела на руки того, кто держит его. А его держит как бы мнимый отец, мнимая мать. А их деды и бабушки, там прадеды и прабабушки. Вот так он висит на их руках. И так продолжает, скажем, там минуту, может быть, там полторы, там меньше, больше. Потом они его ставят на место. И у людей расширяются глаза. Люди вдруг понимают, что вот оно. То есть меня держат поколения ушедших из жизни людей. Я не сам в мире. Откуда я взялся? Были отцы и матери, у них отцы и матери, были у них отцы и матери. Это все глубоко ушло, далеко, далеко, далеко. И они все есть. И я есть благодаря им. Они могли быть грешниками, там беззаконниками, там лентяями, преступниками. Наоборот, может быть, трудолюбцы, милостивые, щедрые, целомудренные, терпеливые, храбрые. Или трусы, лентяи, жадины. Ну, кто хочешь. Эта смесь меня родила, и я опираюсь на них. Большие мужчины, ростом под два метра, широкие в плечах, плакали, когда проходили этот тест. Они вдруг чувствовали, что вот я в мире, и за мной тысячи людей. То есть я цветок на дереве, а дерево глубокое и большое. Ощущение ладоней на плечах, вот на лопатках, когда держали его, мнимый отец, мнимая мать. У них как бы горело на плечах, как будто бы их пекли утюгами. То есть они неделями, целыми неделями ощущали на своих плечах эти руки, отпечатлевшиеся на их спине. Это очень важно, братья и сестры, потому что мы с вами не мыльные пузыри. Мы не возникли вдруг, вот так вот возникли и так вот исчезли. Значит, мы приходим в мир после кого-то, вследствие кого-то, благодаря кому-то. Оставляем кого-то или что-то, как плод своей жизни в мире, и эстафету передаем свою. И потом другие разбираются уже с нашей жизнью, потому что мы вложили себя в чью-то жизнь. И это очень важно. Современная идеология не признает этого. Современный человек, он даже отчество не пишет в паспорте. Вот наши паспорта еще предполагают отчество. Там Иван Иванович Иванов, там Петр Васильевич, там Шпак. А вот английский паспорт, скажем, американский паспорт, значит, пишет только имя и фамилию. Кто твой отец, там не важно. То есть Джон Малкович, хватит. То есть Джон Джонович, там никому не нужен, кто твой отец. Джон там он был, или трижды Джон, не важно. Важно, что есть ты, есть твоя фамилия, как бы идентификация такая твоя. Вот, и все. А нам важно, до сих пор нам еще важно, кто твой отец. И кто отец твоего отца. И кто отец отца твоего отца. И чем глубже эти корни, тем серьезней и глубже человек. Тем тверже он, тем глубже его корень, тем тяжелее его свалить. Чем меньше эта связь, тем он податливее, под ударами судьбы падает, и тем больше он ломается. Заметьте, что церковь наша мудрая, мудрее всех. Она ввела в нашу церковную жизнь поминальные субботы. Причем, когда у нас помирает, скажем там, кто-нибудь из родных, мы идем на литургию поминальную или на панихиду. Но есть отдельные субботы, так называемые родительские, когда мы поминаем всех от века почивших христиан, среди которых есть наши пра-пра-пра-пра-пра-отцы и пра-пра-пра-пра-пра-матери. Поминаем их мы перед Дмитрием, после Троицы и в посту. Много-много раз. Несколько раз в посту. Субботы, так называемые, родительские. Так вот, через эти службы церковь скрепляет связи наши с усопшими нашими сродниками. Очень важно не быть перекатеполем. Не быть таким, значит, ну, одуванчиком, таким, что дул и все, и нет его. Он улетел. Где он? Нет его. А где он был? А не знаю где. Значит, человеку нужно ощущать корневую связь с прошедшими поколениями. Это чрезвычайно важно. Этим начинается Евангелие. Кто кого родил, кто где жил, кто когда умер, кто где погребен. Мы этого не знаем, потому что 20-й век разметал всех всюду. Родился в Казахстане, умер в Германии. Родился в Австралии, умер на Чукотке. Родился в Украине, умер где-нибудь в Дальнем Востоке, в Мурманске. Не знаю, где кто. То есть нас разметала жизнь. И это все не в последнюю очередь благодаря тому, что люди забыли корни свои и позволили жизни думать на нас и развести нас по разные стороны. Так вот, я бы хотел сегодня, чтобы мы знали, что человеку нужно ощущать родовую связь с корнями своими. Без них он труп, без них он слабое звено, без них он перекати поле, без них он одуванчик. А с ними он силен, как Антей, античный такой, значит, герой, такой, значит, богатырь, который пальчиком касался земли и был непобедим. Чтобы его убить, нужно было оторвать его от земли полностью. Геракл, борясь с Антеем, поднял его в воздух и там задушил. Потому что если он касался бы земли хотя бы локтем, хоть пальцем, хоть пяткой, он был непобедим. Земля кормила его и давала ему силы. И мы также, оторваны от земли, погибаем. Касая земли, живем. Нужно, чтобы мы помнили предков своих и с земли держались. В этом сила каждого человека. Вот, что сегодня успеваю вам сказать. И желаю вам доброй ночи и до встречи. До следующего вечера. Доброй ночи.